Девушки отдыхают Согласен. Без такой позиции религия мертва. Но такая позиция отдельных очень ярких личностей, позиция мистиков, духовицев, отстраняющихся от разумных во военной ясности духовного зрения, всегда была интегрирована в институт под названием церковь. И если бы эта позиция не была интегрирована в институт и отчасти растворена в нем, то религии бы не было. Была бы у секта духовицев, потом оказалось бы, что у одних одни духовные видения, а у других другие. Дать оценку статусу духовных видений невозможно, то ли мистическое откровение, то ли соблазн, и все стало бы рассыпаться. Чтобы не рассыпалось, как раз и нужен институт. Институт, они отдельные, сколь угодно яркие личности с их видениями, чарающими с разума как препятствие и соблазна. Личности-то, может быть, и чурались. А институт с разумом никогда не порывал. Потому что понимал, что это бессмысленно. Что нельзя построить здание без веры, но и на одной вере его не построишь. Номиналисты, реалисты и концептуалисты по-разному строили отношения между знанием и верой. Но они все и всегда эти отношения строили. В средние века строили. Потом тем более. Что такое Ренессанс? Это не безбожие, это иное давление античного знания на христианскую веру. Вера выдержала. Так они и жили, это к полторы тысячи лет, а потом наступило нечто, ради чего, в сущности, я так подробно все это обсуждаю. Нечто называлось проект Модерн. Модернисты-не безбожники. Есть католические, протестантские и православные модернисты. Не разрываясь веры, они приняли вызов нового времени. Времени, породившего стремительный взгляд науки и техники. А всего этого иное отношение к разуму. Модернисты поняли, что теперь отношения с разумом и наукой надо строить по-новому. Или же уходить в глубочайшие катакомбы. В эти катакомбы ушли так называемые контрмодернисты. Модернисты и контрмодернисты разошлись отнюдь не только в вопросе о внутрицерковных реформах. Да, и о них спорили. Но главным всех же был спор об отношении к разуму. Религиозный модерн согласился принять разум в дом веры на совершенно других основаниях, нежели это происходило ранее. А контрмодернисты на это не согласились. Без религиозного модерна нет проекта модерн как такового. А без этого проекта модерна о каком развитии можно говорить с политической и стратегической точки зрения? Многие путают просвещение и модерн. Это путаница от лукавого. Для меня лично и просвещение это великая эпоха с великими достижениями, со своими гениями, своими мучениками. Но вряд ли кто-то не согласится с тем, что модерн намного шире просвещения. Что в его основе поиск новых внутри религиозных подходов к вопросу о разуме и развитии. Прежде всего, речь пошла о соотношении развития и свободы воли. Если Бог даровал свободу воли, то он сделал это зачем-то. Человек имеет право выбрать путь. Идти этим путем до конца. Он может идти к свету или к тьме. Кто-то говорил, что еще и к свету через тьму. Но это отдельный и очень сложный вопрос. В ходе этого движения человек меняется. Меняется, ибо борется. Меняется, ибо само приближение к чему-то может осуществить в нем фантастические перемены. Являются ли эти перемены актуализации того, что заложено, или возникновением чего-то совсем нового? Сложный вопрос. Понятно, что в примере, который приводит Аллергус, куколка, превратившаяся в бабочку, реализуется не индивидуальная, а внутривидовая программа. Куколке предписано стать бабочкой. И потому куколка не свободна. Но в примере с куколкой и бабочкой речь идет о природе. И о природном же Роке. Куколка не человек. Она не может менять программы, написанные программистом под названием природа. Куколка, как и бабочка, безраздельно принадлежат природному. А человек? Разве уже культура не является вызовом господству природы? А вторая реальность – реальность сознания? И до поля простирается человеческая свобода. И есть ли у нее пределы, если она дарована Богом? Впрочем, даже и в плане соотношения развития и природы, что такое, например, мутация? Животное или зародыш облучили жестким электромагнитным излучением. Возник, ну, например, монстр. Имеем ли мы право сказать, что радиационное воздействие актуализировало заданные траектории динамической системы под названием животное? Если цыпленок вылупился из яйца или куколка превратилась в бабочку, то ясно, что речь идет о заданных и реализованных траекториях. Но если из яйца вылупился мутант, а из куколки вместо бабочки выпорхнуло нечто другое, то это тоже заданная траектория? Но тогда все на свете присядано и говорить просто ни о чем. На самом же деле уже приведенный пример, касающийся животного или растения, которые качественно менее свободны от диктата природы, чем человек, доказывает, что возможно то, что не задано изначально. И это-то и называется прорыв. На сверхсложную систему, способную выйти за рамки автоматизированных программ поведения, оказано абсолютно нетривиальное воздействие. Система в существующем виде на это воздействие ответить не может. Но она хочет жить. И она представлена миллионами, а то и миллиардами экземпляров с разной жизнеспособностью. Одни из них сверхнормативная нагрузка уничтожит, а другие преобразуют, тяжким лад, дробя стекло, кует в лад. Развитие — это ответ системы на испытания, задающие нагрузки, превышающие пределы прочности системы. Механическая или любая просто сложная система ответит на нагрузки, превышающие пределы ее прочности, одним единственным способом — она разрушится. А вот сверхсложная система может быть разрушится, а может быть и нет. И в этом может быть нет механизма развития. Нет этого может быть нет развития. И почему же этот творец не мог заложить такой механизм в творение? Уже скоро компьютерщик сможет, а творец нет. Странное отношение к Творцу, смотри, а точка к точке Толстого. Странное, видимо, не случайное. Обсуждение тех или иных религиозных идей, рассмотрение сложных внутри конфессиональных мировоззренческих разновластей, так ли все это актуально? Отвечает ли это заявленная тема? Почему этим надо заниматься не в специальных изданиях? Эти вопросы абсолютно закономерны. И проще всего было бы свести ответ к одному лежащему на поверхности обстоятельству. Мы говорим, развитие или смерть. А рядом представители весьма авторитетного института церкви утверждают устами священника и интеллектуала Лергуса, что для христианина нет и не может быть развития как позитивной ценности. Если мы занимаемся политикой, мы не можем делать вид, что этого не происходит. Иначе это не политика, а башня из слоновой кости. Читатель вправе спросить, кто об этом говорит? Представители института или представители? Влиятельна ли эта точка зрения в элите, ориентирующейся на православие, в собственно православном сегменте современного российского общества? Если даже эта точка зрения влиятельна, то тыкли она погубна в политико-стратегическом смысле? И, наконец, причем тут светская часть российского общества? На часть из этих вопросов трудно дать прямые доказательные ответы. Косвенные ответы я уже давал. Читателю остается только поверить имени, а также экспертным оценкам, согласно которым эта точка зрения влиятельна и имеет самые разные стратегические последствия. В том числе и собственно политические. Ведь не только ваш покорный слуга, далекий от конфессиональных дел, но и интегрированный в конфессию А.М.Миронов адресует, говоря о группу православных интеллектуалов, отрицающих развитие, как тексту Алергуса, так и в частном разговорам. Поскольку разговоры частные, то дальше вступают в действие системы моральных ограничений. Они ведь на то и частные, чтобы на них не ссылаться. Кроме того, поскольку они частные, то любые ссылки будут бездоказательными. Итак, читателю придется верить на слово и исходить из того, что, дискутируя с Алергусом, я на самом деле дискутирую отнюдь не только с ним. И это в каком-то смысле меня оправдывает. Но лишь в каком-то смысле. Беспокойство читателя по поводу того, что подробные рассмотрения неочевидных и достаточно тонких религиозных идеи могут увести нас далеко в сторону, я полностью разделяю. И постараюсь этого избежать. А также привести аргументы в пользу такого рассмотрения. Первый аргумент я уже привел. Если влиятельные группы говорят о том, что смыслы, весьма важные для России, несовместимы с развитием, то мы не можем не задуматься, так ли это. И потому, что не хотим разговорами о развитии, разрушив подобные смыслы. И потому, что верим в развитие и не верим в то, что оно может оказаться антагонистичным великим смыслом, который глубоко созвучен нашей культуре и государственности. Этот аргумент можно назвать идеологическим. Его надо поставить на первое место, но к нему нельзя все сводить. Второй аргумент стратегический. Тезис о несовместимости развития с той или иной религиозностью не новый и выдвигается отнюдь не только христианам. В исламе, например, есть похожая авторитетная точка зрения, тоже разделяемая отнюдь не всеми мусульманами. И в католицизме есть. И в протестантизме. Сторонников невозможности сопряжения религий с развитием, как я говорил выше, называют контрмодернистами. Не фундаменталистами и даже не интегристами, а именно контрмодернистами. Мировая борьба между модернистами и контрмодернистами сегодня опустрена до предела. Устраниться от участия в этой борьбе невозможно. Можно попытаться спрятаться. Но это не выход. Хотим мы или нет, нам не избежать стратегической полемики по вопросу о модерне и контрмодерне. Эта полемика носит частный внутри конфессиональный характер. Да что вы. От нее, прошу прощения за пафос, буквально зависит судьба мира. И трата времени на разъяснение сути стоящих перед миром альтернатив вполне окупается важностью вопроса. Тем более, что альтернатива не вскользь касается нашей основной темы проблемы развития, а сфокусирована именно на этой проблеме. Третий аргумент носит политико-метафизический характер. Россия затянута в воронку регресса. Сегодня она очень сильно отчуждена от источников, способных дать развитию контрагрессивную энергетику. Для того, чтобы преодолеть такое отчуждение малополитических, социально-экономических, социально-культурных и даже философских рефлексий, надо дойти до метафизических уровней. И там разбираться, почему оскудили живые ключи, энергетизирующие общество, и как это преодолеть. В таких ситуациях всегда подробно и детально рассматривают метафизику как таковую, не пугаясь того, что это слишком абстрактно, слишком специфично и усложнено. Если разберемся должным образом, идем от простого к сложному, от абстрактного к конкретному, от специфичного к общему. А если не разберемся, будем блуждать в путинках и удивляться, почему это у нас регресс, вопреки всему, остается микросоциальной тенденцией. Ведь не только потому она и остается, что его пестуют, дают ему зеленый свет на телевидении, превращают в норму социального поведения. Нельзя сказать, что альтернативные направления удушены до конца. Почему же они не так популярны, как в конце 80-х годов XX века? Почему нет тогдашнего спроса на сложную литературу, сложное кино, театр? Почему не разворачивается культурная борьба против эгресса? В конце 80-х годов повестка дня, предложенная властью, не устраивала определенные слои общества. Но с какой энергией эти слои искали альтернативную повестку дня? Как спорили на кухнях, с какой активностью искали точки альтернативного предложения? Тогда все кипело страстями по развитию. Кипело вопреки очень скудному интеллектуальному рациону. Теперь рацион гораздо разнообразнее. А социального аппетита нет. Все-таки возлюбили деньги упрощенное удовольствие. Ясно, что не все, но тогда откуда этот всеобщий сон на бегу? Понятно, что людей сознательно дебилизируют. Непонятно другое, почему это действие, очевидная донатлости, не вызывает адекватного противодействия. В старом фильме Крамера «Благослови зверей и детей» дети пытаются спасти бизонов, которых будут отстреливать. Они преодолевают всевозможные препятствия и, наконец, выпускают бизонов на свободу. Но бизоны не хотят бежать в прерию. Почему не хотят бежать в прерию развития дебилизированной группы российского населения, эти метафорические бизоны?